всем привет в ремонте subaru impreza значит что будем делать капот но это можно понятно меняется с крылом дверь передняя задняя дверь чуть-чуть и немного заднее крыло разбираю вот так вот выглядит разобранная телевизор тоже поврежден тоже на замену начну работу с передней двери для начала вытяну все контуры двери все кантики и затем буду уже ровнять плоскость подтянул сделать я проявочку что проще было работать и зачищаю место поврежденное для работы со спотером работать буду со змейкой в этих местах мне удобней и по всему по всей длине привариваю змейку и сейчас буду вытягивать потихоньку вытягиваю постукиваю заломчики и таким образом понемногу равняется дверь ну вот шпателем проверяю плоскость там где надо еще подтягиваю и затем постукиваю ну вот спотером закончил сейчас будет обратным молотком как заметили я не выбиваю а просто натягиваю металл чтобы не наделать больших шишек ну вот потихоньку подгоняем простукиваем но естественно не все можно сделать спотером постукиваю что-то и изнутри там где есть подход сделал соблочек по здоровой стороне и придаю форму двери итак на этом пока все чтобы сделать этот кусок надо снимать дверь но я хочу сейчас сделать заднюю и заднюю крыло тоже работаю со змейкой и обратным молотком ну вот задняя дверь как бы готова пришлось чуть подогреть сейчас вытяну чуть-чуть арку потом крыло возле бампера и на этом как бы будет все закончено итак здесь сделали и чтобы не терять время я решил заднюю дверь и заднее крыло зашпаклевать шпаклевочка со стекловолокном пускай сохнет взбиваю глянчик машинкой 80 номером обезжириваю и шпаклюю вот так шпаклевка идет к концу зашпаклюю вот так шпаклевка идет к концу и тогда начну доделывать переднюю дверь вот тут вот кусок я вырежу и вставлю другой обрезаем зачищаю зачищаю кусочек привариваю и все это чищу итак передняя дверь тоже готова примеряю крылышко чтоб контур был ну и прикручиваю его на место и приступаю к ремонту переда сначала оттягиваю чуть боковинку и затем буду удалять весь помятый металл который пойдет на замену это кусок телевизора и нижняя часть телевизора так как ее просто так не вытащить приходится ее разрезать вот вот эту нафиг эту тоже ну вот зачистили весь металл убрали один лошад целый а правый есть чуть-чуть залом сейчас его и буду ремонтировать натягиваю стапелем и упираю вместо залома чтобы выгибался именно в том месте вот подравниваем подстукиваем и как бы все нормально надо примерить балку бампера что я делаю примеряю балочку и затем смотрю диагонали диагонали чуть не совпали совсем немного и придется чуть-чуть подтянуть ландерончики сразу с балкой чтобы подтянуть чтобы не шли вместе чтоб не надо было по одному лонжерону потом тянуть опять замеряю когда размеры в норме все это снимаю ну а сейчас буду сваривать телевизор он из нескольких частей сначала привариваю то что отравнял ну и затем примеряю и где надо подтягиваю свариваю этот эту часть телевизора вы ну что вы Итак, зачищаю от телевизоров нижнюю часть и она готова. Чтобы остальные части приводить телевизора и скрутить, мне нужно подровнять боковинку лонжерона. Равняю всегда вначале резиновым молотком, чтобы сильно не растягивать металл, ну и затем чеканю все остальное простым молотком. Ну вот, эта часть готова, другие части привезера тоже сварил, скрутил и начинаю мерить другие элементы кузова. Прикручиваю крылья, капот и как всегда в Тайване есть Тайвань, зазорчики никакие. Ну а сначала подровняю дверь, кожа по крылу. Здесь все готово и начинаю доводить до ума капот. Это проще, чем что-то делать с крылом. Развальцовываю. Такая операция у меня где-то была уже в видео. Более подробно по начерченным контурам загибаю, обратно за вольцовую и зачищаю. Ну вот, как бы с капотом тоже разобрался. Снимаю все заусилки. Ну вот, сейчас зазор уже совсем другой. Здесь все нормально. Теперь примеряю все остальное уже финишная, так скажем, примерка. фары, бампер и если все нормально, начинаю готовить к покраске. Вот так все поставил. И все, с первого раза все зазоры на месте. Чему был я очень рад. Ну и все, начинаю готовить к покраске. Сначала со стекловолокном шпаклевочка, потом простая шпаклевка, пользуюсь облегченной. и затираю все. Итак, затираю машинкой. Номер восьмидесятый стоит на ней. Но не забываю руками тереть. Так как, считаю, руками можно лучше вывести. Но сначала еще хочу покрасить кишки машины, чтобы можно было повесить переднее крыло. Так мне проще будет все прокрасить. Грунтую. Затираю грунт. И затем крашу. Ну вот, кишки покрашены. Можно ставить крыло. и затираю уже грунт под покраску. Работаю тоже машинкой, 320 номером. Ну что, машина готова к покраске. Отклеена. И покрашена. И сейчас начинается финишная сборка машины. Ставлю фары. Различные пластмассы. Их много. Периодически закрываю капот. Проверяю зазоры. Ставлю бампер. Затем подкрыльники. Защиты. И машина будет готова к сдаче. Итак. Машина собрана. И вот результат моих работ. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Не забывайте подписываться.